Там, где ледовые баталии кипели, отныне будет сад. Так решили старшие жительницы дома номер 84 по улице Некрасова. На общем собрании садово настроенных было большинство. Во-первых, шум. Во-вторых, что здесь рядышком окна. Детвора вечером собирается, очень громко кричит. А как вы обратили внимание, в нашем доме очень много пожилых людей, которые не настроены, например, слушать нецензурную брань. С другой стороны, те же жильцы утверждают, что эта хоккейная коробка простаивает уже лет шесть. Откуда тогда шумгам? Ухаживать некому. То есть нужно покрасить хоккейную коробку, нужно убрать снег, нужно залить, нужно разровнять, убрать летом траву, то есть скосить траву. И в итоге, что никто этим не хотел заниматься. Второй год вокруг растут тюльпаны и ирисы, лилии и пионы. А что появится внутри? Здесь виноград будет, мне муж он сделает, он и муж фотографирует мой. Это сделает здесь, сюда навес такой красивый, будут лавочки. Нина Пак землю и семена покупает на свою пенсию. Бывают, прохожие останавливаются, хвалят и любуются цветами. А другой раз не упустят момента крикнуть «Шайбу, шайбу!». Приходит, посмотрит, а потом, глядишь, цветов нет. Приходит, ворует. Вот, вчера посадила здесь цветочек, сегодня пришла, уже утащили. Нина Голубцова прожила в этом доме 30 лет. Теперь приходит в гости к внучке. Она еще помнит детский смех и радость этого места. Всегда заливали каток, всегда дети катались. А вот почему-то в это время, когда я не стала уже жить, новая здесь хозяйство, теперь ТСЖ здесь, теперь свое руководство в доме. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы здесь была коробка, чтобы дети катались. Строили эту хоккейную коробку в свое время на спонсорские деньги. Официально ни в каких документах ее нет. Право жильцов, что делать с этой хоккейной коробкой, потому что она находится на их территории. Мое личное мнение, если нам сегодня мешает детский смех, детская игра, занятость детей, то завтра мы столкнемся с тем, что будем бояться выходить из подъездов, потому что в подъезде будут стоять молодые люди с пивом, с алкоголем, там с чем-то еще более страшным. Председатель ТСЖ предложила перенести коробку в соседний двор. Соседи идею не поддержали. Остается демонтаж. Но в будущем, когда совсем обветшает. А пока общий вывод жителей такой. Летом цветы, зимой спорт. Светлана Мусаева, Александр Синельников, Игорь Антонов, Телемикс.